Так, девочки, что случилось? Объясните мне, пожалуйста. Ты уехала почти на двое суток, Оль. Нет, не на двое. Пропала с радаров тебе? Никто не знал, где ты находишься? Нет, я вчера уехала, сегодня приехала. На двое суток? Ну хорошо, на сутки ты уехала. Окей, на сутки. Мне вчера было плохо очень. Никто не отпускал, никто не знал, где вы находитесь? Почему вот это, что это за самоволка вообще произошла? Объясните, пожалуйста. Мама обидела, коллектив обидела, все обидели. Что произошло? Можно я? Ну, у меня была истерика, у меня вчера было плохо, крик души. И я написала маме, говорю, пожалуйста, предупреди всех, что я сегодня не хочу приезжать. А в чем крик души, что произошло? Ну, постоянно меня обвиняют, делают меня плохой. Кто тебя обвиняет и в чем? Объясните мне, пожалуйста. Ну, люди, родные и близкие, и, ну, кто еще? Когда вот, ну, ты так лобная, кто ведет? Так, что это? Оля, убери корону, что рапы не мы, мы не рапы. Вернись. Вернись. Мы не рапы, что это? Вернись куда, вернись. Это что? Рапам. Рапам. Люди только пришли новенькие опять. А мы что вам сделали новенькими? А, да они коронуют, походу. Они коронуют, смотри. Потому что, смотрите, меня, например, за зимними вещами даже не отпускают. Вы отпрашиваете на три часа купить малой тапочки, а сами пропадаете на сутки. И как бы за вас родные волнуются. И то есть вы на себя очень много чего берете. А я тебе объясню. Не надо распинаться. Я устала от того, что все мы на равной позиции здесь, а вы считаете себя королем. Меня сегодня из-за этой ситуации на выходной не отпустили. То есть мы виноваты. А прикинь, я вообще не выезжаю месяцами никуда, Данил. Я вырвалась на ум. А тут мораторий, понимаешь, на алкоголь сделали так же. Мы не тусоваться ездим, мы ездили по делам. И у меня большая причина. Дима, а что это за вообще аргументы, объяснения, пожалуйста, я хочу выпить, а здесь мораторий на алкоголь. И что, это есть повод отсюда сбежать на сутки? Нет, это не повод. Если вы уехали, мы могли формально вас вообще не возвращать. Во-первых, у вас будет большой штраф, если вы не в курсе. Это ваше право, да. Да, это наше право, безусловно. Друзья, мы нарушили съемочный процесс? Нет, не просто интересная причина. Безусловно. Да, Оля, не спорить, пожалуйста. Вы его заслужили, и как бы без этого никуда. А что вы хотели? Извините, вы взяли и убежали отсюда на сутки. У нас какие варианты должны быть? Я не понимаю. Ладно бы это было зачастую, постоянно. Я говорю, я выехала раз в два месяца. Нет, на протяжении долгого времени. Вы можете спокойно у нас отпрашиваться. Вот я отпускаю. Но сейчас есть вопрос, хорошо, подождите секунду, есть главный вопрос, который мы должны в любом случае решить. Я не выезжаю никуда. Вы переругались с родными и переругались с коллективом. Как вы собираетесь жить дальше? Я хотела с Сашей сегодня пообщаться, да, при Алене даже. Я говорю, я не отказываюсь. Оля, во-первых, после того, как я сказал, что Оля поступила позорно, я говорю, есть конфликт девочек еще, есть конфликт девочек. Но когда Влад Казонин, у меня бы сердце ехнуло. По очереди, господа, по очереди. У тебя была свадьба, и у твоих родителей не присутствовали в свадьбе. Во-вторых, если ребята придут ко мне домой и попросят помощи какой-то, да, либо совет, я им дам совет. Зачем мне свои люди не нуждаются? Но когда есть конфликт, у Саши Черной и у Оли, это их конфликт, женский конфликт. И когда туда Йося пытается влезть, понимаете? Ты мне вообще, чтобы так говорить, ты вообще там был, ты опять послушался. Нет, мне жена пришла и сказала, что ты опять послушался. Сань, ты не угрожала. А я теперь... По очереди. Можно я скажу, Сюша, наконец? Нет, по очереди мы говорим. Саша. Мой мужчина и я высказали свое мнение, что для меня, например, это ненормально, когда мама выходит драться на ринг вместо вот этой вот женщины. Это наша проблема и наша ситуация. Это мое мнение. Значит так, ты живешь... Ты должна говорить под зону. Вы не высказываете под зону. Но вы не высказываете. Но вы не высказываете. Это не мнение. Почему, Саня, но... Вы поддержите меня проекцию. Давайте, ребят, подождите. Оля, успокойся, пожалуйста. Оль, ты так странно, понимаешь, там все реагируешь. Ты находишься на телепроекте. Ты пришла на всю страну рассказывать и показывать, как ты строишь отношения. У нас каждый здесь имеет право высказать свое мнение. Вы можете в дальнейшем потом... Так ты меня оскорблял. ...игнорить этого человека, не общаться, вести себя как угодно. Но мнение все люди будут высказывать. Это нормально. Почему вы так остро на все мнения реагируете? Я понять не могу. Нет, можно учиться высказывать мнения без оскорблений. Я тебя не оскорбляла. О, наличность. Ты начала мне угрожать. Я сказала неправда. Оля, можно я скажу, пожалуйста? Галла, грубо говоря. Хорошо. Он врет, и все. Значит, смотрите, вопросы, которые меня волнуют. Нет, было. Нет. Они даже не помнят. Нет. Был же мать. Мы говорим, что мы полностью полетами. Где правда? Где правда? Был коллектив. Дима, смотри. Твоя жена орала на меня матом, если что, так Дима. Да вы друг друга стоите по факту. Я сказала, что ты стою и она. Я тебе объясняю, твоя женщина меня оскорбляла. Да вы друг друга оскорбляете. Я высказывала мнение. Она начала на меня матом орать. Не рассказывайте всякие гадости. Хорошо, это мы уже поняли. Давайте это перешагнем. Оль, ты переругалась со всеми. С кем? Со всеми. Со всеми. Это теперь сказывается на Алене, потому что Алена в лучших чувствах говорит. Давайте я пропишу Василису, если я выиграю квартиру. Что делает коллектив? Коллектив говорит, теперь с принципом мы не будем голосовать за Алену, потому что это получается для Оли. А Оля вызывает у нас оскомину, то есть мы ее ненавидим. Василису ненавидят, получается. Алена же не меня там хочет предоставить. Тебя не любят, Оль. Тебя хотят наказать. Ты ей не помогаешь. Да, ты говоришь, я тебе свой голос дам. То есть, понимаешь, ну как бы это даже стыдно произносить, что ты даешь ей свой голос. Это в принципе логично. Она же агитирует, она же ездит на шоу постоянно, что-то говорит. Это да. Я же так же агитировал постоянно. Алена борется с ним. И я говорю, я не за спасибо. Хорошо, ребят, вот объясните мне, пожалуйста. А со мной даже утром никто не здоровается. Алена приходит в дом, она даже мне приветствует, секунду. Сколько он сделал. Приходит, секунду, мне накипело. Приходит теща, она даже со мной не здоровается. Это как заздрачное. Хотя он поддерживал маму в конкурсе участвовал. Я, зять, не ругался с тещей, я не ругался с Аленой, и они со мной перестали вообще общаться. Ален, почему вы перестали общаться с Димой? И знаете, мне что больше обидно? То, что все последнее время я стал слышать, то, что бабушка приходит, постоянно говорит моей дочери, что доченька моя, доченька моя, какая доченька ей? Да ладно, успокойся. Она бабушка. Это моя дочь. Ален, скажи мне, пожалуйста, почему вы не общаетесь с Димой? Это она мучка. Еще раз, она мучка. Алена, пусть Алена скажет. Вот почему. Потому что они живут в своем мире, со своими мнениями, со своими тараканами в голове, и они никого не хотят слушать. Я с Димой нормально общалась, но после слов, когда ты говоришь, что я хайпую на твоей дочке, Дим, честно, даже здорово. Когда он такое сказал? Он сказал, видишь, как ты понимаешь по-своему? Она так поняла. Он сказал, что я не могу сделать фотографию с твоей дочкой, ты постоянно делаешь. Он ничего тебе обидного не сказал. Вранье, были всего, что нашел, друзья, Батик Кузова. Я говорил, да. Она хайпует на Василисе. На этом закончено. Ну, Дима это говорил. Вот Яббарова хотелось бы послушать очень. Твое отношение вот к этой ситуации, что Алена в шаге от квартиры, а так получается, что она предложила прописать туда Василису, и теперь вот из-за разногласий положение не улучшилось. Ну, я скажу так, что в этой ситуации я уже как-то на каком-то из шоу высказывался. Я все-таки считаю, что, ну, как сказать, у сестер война между собой идет. Я все-таки считаю, что они вдвоем должны наступить друг другу на горло, как говорится. Ой, себе, то есть, извиняюсь, на горло. Вот, я считаю, что тем более... Себе они уже наступили. Помириться. Ой, не себе, а друг другу. И друг другу помочь. Да? Прописать в квартире это не значит, что ты ее даришь. Ну, ты скажи, пожалуйста, мне. Я хотела добавить то, что, ребята, Алена ведь может делать все, что угодно, потому что прописать ребенка в квартире, это не значит половину квартиры подарить. Это просто прописать ребенка. Просто прописка, да. Поэтому я считаю то, что ее решение никак не должно влиять на ваш... Я в любом случае, извини, я считаю, Оль, вы с Димой как никто, как должны помочь ей действительно выиграть, тем более она к вам обращалась за этой помощью. Я считаю, что надо помочь ей выиграть эту квартиру и уже добить это все дело до конца. Ален, скажи мне, пожалуйста, ты вообще веришь в это примирение между вами? Ой, ну вот я даже сегодня разговаривала там с ребятами и сказала, что мне кажется, что это возможно только за территорией телепроекта Дома 2. Вот и все. А почему? Потому что здесь, к сожалению... А чем мы так мешаем? Нет, просто почему-то здесь Оля ведет себя, ну, не так, как она вела себя до телепроекта. Может быть, она, конечно, и сейчас будет себя так вести, но... Не знаю, честно говоря, просто во многом, вот смотри, приходишь к ним в дом только по их уставу, если ты согласен жить, будет примирение. Если ты не согласен по их уставу жить, не будет. Вот так. Ну, то есть по-другому. Просто я вот сегодня пришла, допустим, да, тоже к Коле, хотела поговорить, но с тем, что я была не согласна с ее мнением, как бы, ну, естественно, я просто встала и вышла, потому что она опять начинает. Нет, ты опять не согласилась. Ты куда пошла? Ты просто опять... Я же не могу с тобой согласиться. Так я не могу с вами с двумя разговаривать, когда вы приходите и начинаете тоже меня нападать. Мы вдвоем с тобой разговаривали. Потом Дима же пришел. Кто на тебя нападал? Чего ты наговариваешь? Давайте просто, можно я попрошу, пожалуйста, дорогие ведущие, пожалуйста, я вас попрошу так. Давай. Оставьте, пожалуйста, Олю с Димой в покое. У них есть своя жизнь, свой дом, свое мнение. У них свой маленький мир, который они ни в коем случае не подпустят. Ни маму, ни сестру, ни других ребят. У них есть свое мнение, которое они никогда в жизни не поменяют. Либо мы должны принять этот мир, либо как бы изменить вы не в хоже. Мы на сегодня оставляем ребят в покое, отпускаем и как бы закрываем эту тему.